МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главная интрига нынешнего автомобильного сезона – судьба российских автозаводов. Удастся ли найти для них занятие по прямому назначению или проще закрыть все и построить на их месте ЖК? В советское время была поговорка «труба должна дымить» и относилась она как раз к предприятиям. Под самый конец ноября не задымила, но чуть-чуть затеплилась труба московского автомобильного завода «Москвич», того самого, который бывший «Рено Россия», а до этого АЗЛК. Так вот, запущена символическая сборка кроссоверов «Москвич 3» первой модели в новой истории завода. Напомним историю предыдущую. ОАО «Москвич», принадлежавшая столичной мэрии, прекратила выпускать автомобили в 2001 году. И после длинной процедуры банкротства и распродаж было полностью ликвидировано к концу нулевых. Основной его сборочный цех был переделан и впоследствии стал особой экономической зоной «Технополис». Однако недостроенный цех двигателей «Москвича» ещё в 1998 году достался «Рено» в качестве взноса в совместный проект «Автофрамос», который семь лет спустя развернул сборку первых «Логанов». Кскоре французы полностью выкупили предприятие. А в мае 2022 года компания «Рено» ушла из России, бросив оборудование, но отключив всё программное обеспечение. Обездвиженный завод достался столичной мэрии и уже в июне был переименован в «МАЗ Москвич». И да, это официальная аббревиатура. Но почему первая модель возрождённой марки носит индекс «Три»? «Три» — это скорее типоразмер автомобиля. То есть мы считаем, что это третий сегмент. Да, мы говорим «Б плюс», но «Б плюс» и «Б» достаточно сильно отличаются для того, чтобы это был третий сегмент. То есть в традиции москвичовские иметь цифровые индексы, не имена собственные, а именно цифровые индексы. Но цифры у нас сами будут отражать, скорее, размер автомобиля, его как-то положение в модельной линейке, а не индекс по табеле о рангах Минпрома, как это было в советское время. «Москвич» не делает особой тайны, из чего сделана модель «Три», но в то же время и не афиширует исходник. Однако всем известно, что перед нами «Джак» GS4 — китайский кроссовер, который, в слову, фактически уже вышел на российский рынок. Китайская компания завезла по своим каналам около тысячи автомобилей, которые продаются сейчас российскими дилерами. Кроме того, в Казахстане выпускаются машины из китайских машинокомплектов. Естественно, китайские же машинокомплекты приходят и в Москву. Поэтому автомобиль «Москвич-3» — это не вполне российский автомобиль, и даже совсем не российский автомобиль. Локализация здесь пока нулевая. Однако надо понимать, что альтернативой запуску вот такого «Москвича» было попросту закрытие завода. Сборка по схеме ДКД означает, что полностью готовые автомобили в Китае разбирают, пакуют в контейнеры и отправляют в Россию. Однако переход с одной модели на другую — это сложный процесс в рамках даже одного производителя. Случаи же с «Москвичом» сделано действительно много. Договорились с китайцами, выбрали модель, наладили поставку и сборку. Ожидать большего за полгода — по крайней мере, наивно. Отличий практически нет, что абсолютно нормально на этом этапе, потому что самая главная задача была возобновить производство до того, как начнут расходиться люди, как начнет устаревать оборудование и как начнутся всякие другие нехорошие процессы. Поэтому мы стремились прежде всего возобновить производство. Весь этот период времени люди продолжали получать заработную плату, но не просто так, да. Они готовили производство, они готовили новый продукт. Они обучались, да, и был большой процесс обучения. Мы несколько месяцев обучали людей новым процессом, новым требованиям, потому что новая линейка продукции будет включать в себя электромобиль, и это требует несколько других подходов с точки зрения знаний, квалификации персонала и, самое главное, с точки зрения безопасности. При работе с электромобилями. На выбор марки Джак, которую Москвич напрямую не называет, именуя восточным партнёром, повлиял технологический патрон. КАМАЗ, который покровительствует Москвичу и формально является изготовителем и держателем одобрения типа транспортного средства на модель Москвич 3. Исходный Джак JS4 – это компактный кроссовер, который на 67 мм длиннее и на 18 мм уже ушедшего Рено Каптюра. Технически это обычная для Китая массовая малолитражка со стойками Макферсона спереди и полузависимой балкой сзади. Полного привода нет и не предвидится. Не существует в гамме и дизеля. Искать отличия москвичей от китайских Джаков, в общем-то, бессмысленно. Их здесь практически нет. Ну, скажем, мультимедийка с 10 с четвертью дюймовым экраном, русифицированная – это важно. Очень своеобразно решена проблема логотипа. Вот в Джаковский овал врезан вот этот зубец кремлёвской стены, который, собственно, стал новым логотипом москвича. А в остальном отличий как таковых и нет. Комплектация у москвичей чуть более богата и несколько отличается от машин китайской сборки, которые продаются в России под маркой Джак. Плюс у нас другая настройка турбомотора. В отличие от китайских машин, которые развивали 136 сил, здесь 150 и 210 ньютон-метров. Это не означает, что москвич как-то перенастроил китайский агрегат. Попросту была взята самая производительная версия. Выбор был, потому что это двигатель, который очень популярен и существует в множестве версий по степени форсировки. И мы выбрали вариант, который максимальный, но до налога вот этого порога 150 лошадиных сил. То есть если не округлять, то это 149,6, чтобы налог всё-таки был умеренный. Помимо турбомотора, который сочетается с шестиступенчатой механикой или вариатором, предусмотрен бензиновый атмосферник 1,6. Он поступит в производство позже. Электрическую версию журналистам не показали, но выглядеть она должна точно так же, а называется «Москвич 3Е». Хотя что-то нам подсказывает, что народное название будет другим. В остальном белые машины из первой партии — это и есть базовая комплектация. У них 17-дюймовые колёса, мультимедийка и шесть динамиков, люк в крыше, бесключевой доступ, однозонный климат и круиз-контроль. Для человека, знакомого с современным китайским автопромом, интерьер «Москвича» никаких откровений не приносит. Здесь, ну вот разве что, кнопка «Эры ГЛОНАСС» есть. Кстати, это полнофункциональная система с автоматическим срабатыванием. А в остальном минимум физических кнопок, максимум сенсорных панелей, глянцевый рояльный пластик. Конечно же, нет регулировки руля по вылету только по углу наклона, причём в небольшом диапазоне. Ну, придвинуться-то можно, а вот отодвинуться, ну... На высокоустановленном заднем диване сидеть удобно. Подголовники, подлокотник и воздуховоды входят в базовую комплектацию, как и камера заднего вида. В дорогих исполнениях обещают круговой обзор, а дверь багажника будет с электроприводом, но в подполье лежит докатка. Мы будем смотреть, что продаётся, какие версии продаётся больше, какие меньше. Будем как-то, может быть, перетасовывать комплектации. Новые комплектации будут появляться, какие-то ограниченные серии. То есть здесь самое начало пути, поэтому мы сейчас будем изучать обратную связь, которую нам дадут первые клиенты, и корпоративные, и частные клиенты, которые нам дадут журналисты, которые вы нам дадите. Естественно, мы будем смотреть, мы будем развивать дальше этот автомобиль и локализовывать его. По мере того, как мы будем наращивать объёмы производства, будет уже более рентабельно и более, скажем так, экономически и целесообразно какие-то возможные версии специальной разработки для нас, какие-то там, не знаю, цвета обивок поменять, какое-то новое оборудование ввести. Это, как сказать, закон рынка, потому что под любую специфическую какую-то разработку нужно сразу запланировать большой объём испытаний, большой объём работы инженеров. Всё это стоит, естественно, денег, всё это должно быть экономически оправдано. Поэтому сейчас мы, на самом деле, счастливы, что у нас есть автомобиль целый, законченный, который при этом хорош. И мы с этим автомобилем начинаем. Дальше по мере роста объёмов и по мере развития и по мере анализа того первого опыта с этим автомобилем мы будем иметь уже видение, куда нам этот автомобиль развивать. Для сборки китайских кроссоверов организовали временную и коротенькую линию. Всего тут 16 постов, между которыми кузова перемещаются вручную на технологических тележках. Хотя для доставки по цеху приспособили оставшиеся от прежних времён беспилотники. В стороне лежат готовые силовые агрегаты с многочисленными логотипами Джака, собранные передние и задние подвески. Отдельно бензобаки и колёса. Из Китая прислали даже подкапотные аккумуляторы. Сейчас это классическая отверточная сборка. А главный конвейер завода пока отдыхает. И в полумраке виднеются кузовные детали несобранных Рено. Кстати, мы выяснили под оплёку истории с заключением Минпромторга, который в августе-сентябре вдруг признал модели Рено российской продукцией завода «Москвич». Мы подробно рассказывали об этом в новостях, задаваясь вопросом, не нашёлся ли хитрый способ продолжить в Москве сборку французов без участия французов? Оказалось, что нет. Манипуляции с документами понадобились, чтобы оформить электронные ПТС на последние автомобили Рено российской сборки, которые оставались на заводе. Ведь после реорганизации юрлица они становились как бы нелегальными. Производителем машин значилось общество Рено России, к тому времени уже не существующее и переименованное в МАЗ Москвич. И чтобы выпустить эти автомобили на дороге, пришлось в буквальном смысле признать Москвич производителем дастеров и каптёров 22-го года выпуска. Но дальше, конечно, уже никаких Рено здесь не будет. Поскольку первоочередная задача москвича попросту запуститься, то иронизировать на тему низкой локализации машин сейчас как-то даже и неуместно. Сборка сейчас идёт даже не на главном конвейере. А что именно собирает? Вот показывает манифест. Довольно длинный список ошибок, но для тестовой сборки это нормально. Вот смотрите, кузов в сборе, силовой агрегат в сборе. То есть в Москве сейчас попросту происходит сборка шасси и женитьба, крепление силового агрегата к кузову и дальше машина выезжает за ворота. Никаких операций по сварке и окраске кузова пока в Москве нет. Это всё запланировано на следующие годы. Частично оцинкованный кузов, на 70% состоящий из высокопрочных сталей, приезжает из Китая собранным вместе с эмблемами москвича, к счастью, кириллическими. Но главный конвейер заработает уже в марте 2023 года, когда реношное оборудование адаптирует под конкретную модель. А дальше события пойдут по нарастающей. В декабре оживится кузовной цех, сварив пробные кузова, и с весны 2024 года сварка и окраска пойдут серийно. Попутно обещают локализовывать компоненты, причём часть из них хотят выпускать в Москве. Это логичное желание столичной мэрии, которая под нужды завода организует и логистический комплекс «Южный порт». Кто именно будет поставлять детали, пока не ясно. Например, традиционно кузовные панели для московского завода штамповала фирма ААТ в Бирюлёве. Но сейчас на вопрос о штамповке представители завода отвечают уклончиво. Дескать, рассматривают разные варианты. Оно и понятно — кузовные пресс-формы могут окупиться только на больших тиражах и длительном жизненном цикле модели. А москвич, судя по презентации, уже через несколько лет планирует отказаться от лицензионных машин. Впрочем, это ещё туманное будущее. Ведь публично объявленной стратегии у марки ещё нет. В теории, московский автозавод «Москвич» может собирать 200-210 тысяч автомобилей в год. Это довольно много, и такой загрузки он достигал, пожалуй, однажды. В нынешнем году вот эти 600 «Москвичей» модели 3, которые запланированы — это фактически тестовая сборка. Кстати, из 600 — 200 будут электрическими. План на 2023 год — 50 тысяч машин, на 2024 — 100. Когда же появится оригинальный, полностью отечественный «Москвич»? Некие работы по собственной платформе уже начались, и к концу 2024 года нам обещают готовый автомобиль. Однако при столь сжатых сроках без партнёра снова не обойтись. Ведь даже у мировых производителей с налаженными процессами разработка машины с нуля занимает от пяти лет и больше. Помогать «Москвичу», очевидно, будет «КамАЗ», который силами дочернего АО «Кама» разрабатывает электромобиль «Атом». Но объединят ли два проекта в один, или же «Москвич» будет самостоятельной моделью — пока не ясно. Не факт даже, будет ли собственная платформа чисто электрической, или «Москвич» продолжит строить автомобили с ДВС. Мы сейчас смотрим, какой нам нужен в перспективе модельный ряд. Скажем так, глубиной понимания рынка и какой-то очерёдностью. Потому что, естественно, мы не можем сразу огромный модельный ряд сделать целиком. Это будет очень дорого. То есть нам нужно угадать с главным направлением, ну и потом выстраивать гамму. Завод оживает, завод стал как будто бы даже светлее внутри, теплее, и, наверное, это самое главное, у людей хорошее настроение. Снимая эту программу, мы не знали ответов на множество судьбоносных вопросов. Будет ли «Москвич-4» единственной моделью московского автозавода? Будет ли новая заявленная собственная платформа электромобилей синхронизирована с тем, что делает «КамАЗ» для своей «Камы» или «Атома»? Какие ещё модели сможет выпускать московский завод? Однако мы точно знаем, что в теории завод способен выпускать машины на разных платформах, и такое в истории уже бывало. Ну, а на все остальные вопросы ответы мы получим в ближайшем будущем. И кто знает, может быть новая история «Москвича» будет более счастливой, чем предыдущая.